Во многом это результат поэтапного выполнения антикризисного плана, который был принят три месяца назад. Стратегическим направлением для долгосрочного роста краевой экономики губернатор назвал поиск инвестиций. Объемы привлеченных денег в начале года упали почти на 30%, во многом из-за приостановки крупных федеральных проектов. Без инвестиций, коллеги, однозначно, никакого завтрашнего экономического роста края быть не может. У меня есть проблемы с привлечением инвестиций. С точки зрения организационно-административных мешает на сегодняшний день, не мешает ничего. Наоборот, все померная помощь. Вы сегодня сидите, повторяли мультипликативный эффект. Знаете, у меня это слово с мультиками, да. Мне очень важно, чтобы люди, которые живут в станицах, хуторах, они вот этот мультипликативный эффект должны ощутить. И он для них должен быть не от слова мультики, а от слова о том, что на самом деле эффект экономический вокруг них реально ощутимый. Вот о чем я говорю. А эти умные слова, мультипликативный эффект, поверьте, как бы, вот, это можно сами себя мы можем, как бы, убаюкивать, 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 убаюкивать. Вот они должны реально его ощущать. Дополнительность бюджета на социальную сферу в регионе выделят больше миллиарда рублей. В крае повысился размер прожиточного минимума и увеличилось количество людей, претендующих на соцподдержку. Никаких сокращений по выплатам этой категории граждан быть не может, заявил губернатор. Миллиард триста дополнительных средств. Да, мы можем построить школы, детсады, поликлиники. Тоже нужно. Но для них, для этих людей в рамках дорожания сегодняшнего дня, это жизненная необходимость. Мы не допустим задержек по социальным выплатам. Мы не можем даже думать об этом. На заседании комиссии Вениамин Кондратьев призвал не зацикливаться на традиционных для края направлениях развития и продолжать диверсифицировать экономику региона.